Субтитры создавал DimaTorzok Одновременно доступ в великий, волшебный и прекрасный мир кинотворчества Университет кинематографии Буэнос-Айреса представляет Несомненно, подземка – это символ нашего времени Это лабиринт, в котором мы молча пересекаемся с другими людьми Не зная ни кто они, ни куда идут Сотни платформ, с помощью которых мы пытаемся установить равновесие Пересмотреть какую-то ситуацию И порой мы не просто садимся в поезд, а изменяем свою жизнь Эта странная игра ведет нас по бесконечным туннелям И мы даже не понимаем, что на каждой пересадке Бесповоротно изменяем свою судьбу Подземка предоставила мне неограниченные возможности для наблюдения Но я никогда даже не мог представить того, что со мной вскоре произойдет Гильермо Анджелелли Схема линии метро Буэнос-Айреса Роберто Карнаги Аннабелла Леви Мигель Анхель Палуди Фернандо Льоса Мартин Атхемиан Жан-Пьер Регерас Норозинский Мартин Павловский Асвальдо Санторо Хор Хиноя Хавьер Гарсия И другие Асвальдо Санкт-Пьер Регерас При участии Хор Хепетралья Мебиус Асвальдо Санкт-Пьер Регерас Внимание, Депо Это Боливар Депо, ответьте Мне кто-нибудь ответит? Депо слушает Боливар, говорите Я получил звонок с площади Италии Отставание от графика и перегрузка линий Отправьте еще состав Все уже отправлены, Боливар Как все? Что значит все? Недавно вышел последний Больше здесь нет составов Что? Этого не может быть Как это больше нет? По крайней мере должен быть еще один Нет, больше нет Ладно, хорошо Откуда бы его взять? Но посмотрите лучше в свои списки В вашем секторе должен быть еще состав Вы просто не видите Слышите? Слушайте, Боливар Повторяю, мне тут нечего проверять Что? Вы как со мной разговариваете? Вы соображаете, что разговариваете с начальником, черт возьми? Второй путь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это Хуан Вега Я вас не понимаю Потерялось что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И что теперь? Едем прямо, да? Прямо направо или прямо налево? Если вы не будете внимательней, мы проведем тут всю ночь. Шеф, так куда ехать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что, не видите, что вперёд нельзя? Ну, если это из-за светофора, то мы так никуда не доедем. Тем более, они часто ломаются. Да что вы такое говорите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, пожалуйста, соедините меня с генеральным директором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дисподин директор! Вега, надеюсь, у вас была веская причина заставить меня спуститься сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вас ждал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы даже не представляете, как мне здесь хорошо, брат. Хоть немного дышишь свежим воздухом. Не выношу сидеть в запертии в офисе. Настолько, что хочется навсегда уехать из города по одной из этих дорог. Поэтому я их и строю. Если я попрошу об этом одного из архитекторов студии, они решат, что я совсем сошел с ума. А я сам, брат, вовсе не намерен возвращаться в подземку только потому, что кому-то там что-то взбрело в голову. Для меня эта работа окончена. Да, но я не понимаю, как могу помочь вам. Я не участвовал в проекте, я не архитектор. Мне не нужен архитектор. К тому же никто не хочет возвращаться туда, вниз, при такой жаре. Я позвал вас, потому что вам нравится решать задачи. К тому же ведь вы изучали математику, так? Топологию. Влеченность изучением поверхностей. Формула, расчет и все это внутри какой-нибудь книжки. Для меня это так же странно, как все эти заявления директора подземки. До этого... Как его? Этого Бласи. Идите к нему и узнайте, в чем дело. Так вы избавите меня от этой проблемы. Да, там внизу вы встретите этого любопытного безумца. Хотя я сомневаюсь. В общем, я не хочу больше этого терпеть. Когда мы закончили строительство окружной линии, все шло хорошо, и вот вдруг... Теперь у них трудности. И еще, если возникнут проблемы, оригиналы планировок находятся в архиве общественных работ. У нас копии тех, что были приняты много лет назад. Но это на всякий случай. По правде, я не знаю, что им нужно. Раз речь идет о Бласи, это может быть что угодно. Ну вот. Ко мне ни в коем случае не обращайтесь. А это для чего? Не знаю. Мне сказали, что это улучшает восприятие. Решите проблему. Да. И скажите Бласи, что я уехал далеко. Вдаль, по шоссе. Уверяю вас. Уверяю вас, мы делаем все возможное. Но вы же понимаете, что мы не можем искать по всем линиям метро только из-за вашего предположения, сеньора. Вы же знаете, какова молодежь. Их очаровывает подземка. Сеньора. Каждый день здесь проезжает пять миллионов человек. Простите, но ответственность за это на вас? Если вы не знаете, где он, это не моя проблема. Сеньор Бласи, там пришли из проектного бюро. Пусть проходит, пусть проходит. Да, 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 да. Да, сеньора. Понимаю. Я понимаю. Простите меня, сеньора. Послушайте, я сейчас очень занят, сеньора. Проходите, господин Даниэль Пратт. Простите мне мое удивление, но я ожидал увидеть моего старого друга Деккера. Наверное, он придет позже. Ведь я сказал, что мне нужно его видеть. Нет, знаете, архитектору Деккеру пришлось срочно уехать, и он попросил меня прийти вместо него. Да это черт знает что. Мне не до шуток. Я же просил его никуда не уезжать. Я же просил. Он дал мне инструкции, чтобы я мог решить любую возникшую проблему. Да и как же вы мне поможете, если вы понятия не имеете, о чем речь? По крайней мере, он мог бы мне позвонить. Неужто Деккер думает, что тут способен разобраться новичок? Я тополог. Математик. Это еще что такое? Это раздел математики, который изучает поверхности и переводит их в формулы. Весьма полезно для моих нервов. Это уже слишком. Возвращайтесь к себе в офис и скажите, сеньор Бласи, да почему сегодня все заходят без спроса? Опять то же самое. Пойдемте. Пожалуйста, будьте предельно внимательны. Я хочу, чтобы вы сами все увидели и сказали Деккеру, что это ему не шутки. Я позвонил ему не потому, что я психопат какой-нибудь. У меня были на то причины, только попрошу вас не разглашать все то, что вы увидите или услышите. Не рассказывайте об этом никому. Вы же сами понимаете. Потому что все это попадет в газеты, и проблем не оберешься. Понимаете, такой человек, как я, должен все это учитывать. Что? Это тоже не работает? Немедленно починить. По этим туннелям ежедневно проезжают миллионы людей. Всех их невозможно проконтролировать. А представьте, кто-нибудь подложит бомбу, не дай бог. Как мы будем выглядеть? Что с нами будет? Я несу ответственность за все, что тут происходит. Понимаете, быть генеральным директором метро, это совсем нелегко. Это жуть как сложно. Сеньор, состав номер 101, следующий из ЭСа, остановился в туннеле. Я приказал ему проезжать. Он заблокировал два уровня и не хочет двигаться. 101-й состав на связи, можете говорить? 101-й, с вами говорит генеральный директор. Почему стоите? Светофор переключается с красного на зеленый, зеленого на красный. Я не могу рисковать. А вдруг с другой стороны поезд? Путь закрыт. Это не так, 101-й. Путь свободен. Да нет же, сеньор, вы же знаете, это запрещено. А если мы столкнемся? 101-й, трогайтесь. Повторяю, путь свободен. Ну, послушайте, я... Трогайтесь, я приказываю вам. Я не могу. Трогайтесь. Если так будет продолжаться, нам останется только остановить движение и проверить весь сектор. Мне кажется, не стоит. С тех пор, как открыли окружную линию, система метро стала слишком сложной. Ее нельзя закрыть. Машинист Родригес, машинист Родригес, подойдите в диспетчерскую, подойдите в диспетчерскую. Служба метрополитена сообщает вам, что в настоящее время температура в городе 38,7 градуса, влажность 90%. В чем дело? Я говорю, чтобы вы трогались, а вы стоите. Но светофор все время переключался, а если бы из-за поворота выехал в 86-й, мы бы столкнулись. Что за повышенный тон? Я генеральный директор. Если я говорю вперед, вы должны ехать вперед. Но есть правила, которые нужно соблюдать. На красный нельзя, движение вперед запрещено. Какие к черту правила? Я лучше всех знаю, что можно делать. И вы должны слушаться. Нет, сеньор, так нельзя, это приказ компании. Мы же рискуем жизнью людей, так нельзя. А я повторяю вам, что я лучше знаю, что вы должны делать. Ах так? Тогда ведите состав сами. Идите сюда. Вы же не думаете, что я вам лгу? Надеюсь, вы отдаёте себе отчёт в серьёзности проблемы. Светофоры ошибочно показывают, что поезда проходят. А поездов на этих участках нет. Переводятся стрелки, когда мы не отдаём такой команды. И ещё у нас пропал целый состав. Здесь такое количество туннелей, что у нас нет людей, чтобы искать его. Сегодня в полночь на станцию парк придут представители руководства. Мы должны будем поехать на место, где поезд видели в последний раз. Предполагается, что я дам объяснение тому, что произошло. Самое смешное, то, что у меня нет для них ответа. Потому что я не понимаю, что происходит. А ведь я генеральный директор. Послушайте, мне нужны все планировки, принятые министерством. На случай, если у них возникнут вопросы. Как я объясню исчезновение целого поезда? Я надеюсь на вас. Возвращайтесь с чертежами. Как вы сказали, вас зовут? Даниэль Пратт. Ну что ж, хорошо, сеньор Пратт. Жду вас. Если вас вдруг озарит идея, сообщите мне. Машинист Фигероа, машинист Фигероа, пройдите в ремонтный цех. Проектное бюро. Архитектора Деккера, пожалуйста. Архитектора сейчас нет. Кто ему звонит? Даниэль Пратт. Можете оставить сообщение. Пусть он позвонит в министерство и попросит для меня разрешение снять копии планировок окружной. Меня никто не предупредил, что вы придете. Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Я уже сорок лет проверяю эти архивы. Вы уверены, что они здесь? Конечно. Весь вопрос где? Знаете, сейчас они даже хотят перевезти нас в другое здание. Они что, нарочно. Простите, какой участок вы сказали? Последний. Последний, окружная. Так, так, так. Дайте-ка подумать. Думаю, идем правильно. Тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре. Уже были переезды, но внутри здания. На другие этажи. Несколько лет назад была гроза. И потом все эти архивы несколько дней плавли в воде. Мокли. Это на верхней полке. Секция Г-110. Позвольте, я поднимусь. Но тут ничего нет. Не может быть. Здесь ничего нет? Может, в другом месте? Посмотрите получше. Но здесь пусто. Я сейчас. Кажется, вам не повезло. Их забрали. Как это? Ведь оригиналы планировок нельзя забирать. Смотря кто попросит. Как обычно. В данном случае их попросил ассистент проекта. Так что я не мог сказать нет, понимаете? Кажется, я его припоминаю. Молчаливый такой человек. Это было давно. Он часто приходил и часами просматривал планы. Да. Вот. Уго Мистейн. Вы с ним как-то связаны? Субтитры сделал DimaTorzok. Обратите внимание, что здесь анализируются чисто теоретические аспекты, которые пока не применялись на практике. Но это не означает, что они не верны. Это кафедра топология 3? Да. Из этого следует, что два топологических пространства, те же, которые применяются и для всех практических целей, хотя формально их нельзя рассматривать как идентичные. В других областях науки, например, если астроном представит теорию Вселенной, понятную для человека с улицы, то это будет ошибочно. Но если бы кто-то сказал, например, что в каких-то местах время останавливается, по крайней мере, его стоило бы выслушать. Возможно, он прав. Науки и философия все еще слишком серьезны, господа. Спасибо, но, пожалуй, на сегодня это все. Все свободны. Я могу задать вам вопрос? Вы студент? Нет, уже нет. Я давно закончил. Чем я могу вам помочь? Знаете, я ищу одного преподавателя, который заведовал кафедрой. По крайней мере, в течение многих лет. Доктор Мистен, не теряйте время. Вы давно его не видели? По меньшей мере, лет пять. Вы должны быть из последних, у кого он преподавал. Вскоре после этого он ушел из университета. Почему? Он стал рассеянным, потерял интерес к летциям. Его мысли были заняты чем-то другим. Не знаете, как мне найти его? Да, возможно, у меня есть старый адрес и телефон, по которому мы ему звонили. Он отказывался нас видеть, мы так и не поняли, почему. Как знать, что с ним стало? Знаете, все, кто был с ним знаком... Да, вот. Мы его очень ценили. Что ж, простите, но мне пора идти. До свидания. Спасибо. Вниз. Вы не знаете, где здесь телефон? Внизу. Спасибо. Подвал. Могу я поговорить с профессором Мистейном? Нет. Но профессор дома? Нет, его нет. Ты знаешь, когда он вернется? Не знаю. Не знаешь, куда он пошел? Нет, не знаю, куда он ходит. Но если хотите оставить сообщение, я запишу. Да. У тебя есть чем писать? Да. А вы кто? Я Даниэль Прат. Прат? Да, из студии Дель Плата. Это насчет работы, которую он делал для метро. Помедленнее. Нам нужны чертежи. Делалее. Деньги. Деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Станция Южный док. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА